Сосновый Бор – одно из любимых мест отдыха жителей Богданки, занимающий площадь 89 гектаров. И когда-то здесь было вполне цивилизовано. В советские времена за его благоустройство отвечал НЗХК, не испытывавший особых трудностей с финансовыми и прочими ресурсами. С приходом новых времен этот городской лес стал приходить запустение. И гулять здесь стало просто опасно. В любой момент на пешехода могло свалиться старое дерево. Изменился и видовой состав деревьев. На смену березкам стали приходить агрессивные виды. Клен американский или подсердцевидная. По самм биологов, в буквальном смысле, подавляющие местную флору. Если не проводить эти работы, лесовосстановительные, лесовстроительные, то традиционные деревья, сосна, береза, тополь, они просто загнутся. Потому что ниже находящийся клен, они не дают молодняку расти. Поскольку городских властей руки так и не дошли до того, чтобы навести здесь порядок, за дело принялись общественники. В лице фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт», который поддержали несколько крупных предприятий, расположенных в Калининском районе. В этом году мы вместе с предприятием «Элтекс», «Ритгрупп» и «Сибирское стекло» выбрали по одному из основных магистральных стропинок данного леса. Работы по благоустройству продолжатся и в дальнейшем, говорит представитель фонда. Мы планируем в течение зимнего периода совместно с мэрией, ну и заинтересованных предприятий, подготовить проект, сделать лес более пригодным для отдыха, ну естественно без асфальта, без каких-то там неестественных троп, все в рамках естественного леса, чтобы люди могли здесь больше отдыхать. Они уже стали больше сюда приходить, потому что «Элтекс» в том числе и очистил территорию возле озера. Сказать, когда завершатся работы по благоустройству, и «Сосновый бор» вновь станет украшением нашего города, Михаил не берется. Слишком много еще предстоит сделать, и для этого требуются немалые ресурсы. Особой поддержкой со стороны городских властей экологи похвастать не могут. Проект благоустройства «Соснового бора» пока даже не включили в конкурс территорий по программе «Комфортной городской среды». Хотя и против наведения здесь порядка, в мэрии не возражают и по многим вопросам идут навстречу. Так что остается лишь надеяться на лучшее, на то, что этот уголок природы в черте города все же удастся сохранить.